Людей, людей, людей. Молимся за людей. Уроки белорусского шесть дней в неделю. Такой напряженный график у студента из Шри-Ланки уже второй месяц. За чтение садится сразу после лекций по анатомии и биохимии. В храме Святого Духа сегодня он личность известная. Прославился уже после первой молитвы. Молимся за людей, какие они могут высвалиться от своей минуты. Я рада, потому что она очень милая, музыкальная. Ему это легко. Видите, как Бог помогает, так легко. В Витебске Крис исполнил мечту детства. Здесь при костеле он министрант, то есть помощник. В его обязанности входит и чтение молитв. Сначала он это делал на английском. Это его родной язык. Владеет еще французским, итальянским. Белорусской молитвой удивил на Пасху. Наизусть выучил отче наш. Хотя и вырос в католической семье, но впервые к алтарю подошел за 7 тысяч километров от дома. Храм Святого Духа в Витебске особенный. Ежедневно здесь проводят мессы на польском и белорусском. А в воскресенье молитвы читают на английском языке. Крису дорогу к храму показали земляки. Только в Витебском медуниверситете учатся более тысячи иностранных студентов. Причем почти каждый четвертый выходят из Шри-Ланки. Усердие, старательность, целеустремленность их отличает. Они больше уделяют время учебе, потому что они учатся на будущее. Они же не для диплома учатся. Диплом они привезут, а потом они должны будут его подтвердить. Впереди у студента еще 4 года учебы. Надеется, что знания белорусского ему помогут найти общий язык и с пациентами. Впереди практика, уже в клинике. Домой Крис Харрис должен вернуться дипломированным доктором. Первым в их семье. Мне очень нравятся предметы биохимии, органическая общая химия. Молодежь из Шри-Ланки выбирает для учебы Беларусь, потому что здесь мы получаем настоящее знание. Прихожан местного храма Крис уже удивил. Совсем скоро ему представится возможность блеснуть знаниями и перед профессорами университета. Увлечения студента здесь приветствуют. Но на ближайшей сессии проверка знаний по латыни и русскому языку. Олег Шапель, Олег Горюнов. Наши новости. Витебская область.